Всем привет! Это Культурный шок и его ведущие Маргарита Михайлов и Ленар Гезатолин. Мы приехали в столицу Республики Татарстан, прекрасный город Казань, который встретил нас просто потрясающей погодой. Так что, Ленар, я думаю, что для тебя это отличная возможность взять этот рюкзачок и пойти гулять пешочком. Я предлагаю даже не подбрасывать монетку. Ну, это мы посмотрим, кто еще тут берет. Да? Ну, доставай монетку, решим, кто станет на эти выходные обладателем этого прекрасного рюкзачка из какого-то. Орел! Тэшку! Сталин! Казань – это город, в архитектурном облике которого уживаются по соседству самые разные направления. От классицизма до модерна. Само по себе это сочетание получилось гармоничным. Оно, несомненно, подчеркивает самобытность столицы Татарстана. Есть здесь издание в стиле, который мы привыкли называть «сталинский ампир». Развивалось это направление с 30-х по 50-е годы прошлого века. А имя Сталина оно носит, потому что период разработки и распространения стиля пришелся наперед его руководства. Как жили простой человек до революции? То есть жил кое-как. Где там придется, как придется. И, собственно говоря, жили не особо комфортно. Хотя были тоже поиски сформировать какое-то более или менее сподобающее человеку жилище дореволюционное в качестве такого жеста благородного с точки зрения заводчиков или буржуа дореволюционных. Вот именно создание совершенно другого пространства. Пространства, а, комфортабельного. Да, конечно, до войны это были большей частью фантазии, то есть это были мечты. Но, собственно говоря, люди жили с убеждением о том, что рано или поздно это все будет реализовано в полноте. И вот эти первые эксперименты дореволюционные, они носили такой вид полного разрыва с тем, что было дореволюция. Да, мы создали новое общество, в этом обществе должно быть все новое. Ну, мы знаем, что даже там отменили календарь, отменили дни недели, отменяли традиционные имена, отменяли, кстати говоря, и формат жизни, то есть семейный формат. И в 20-е годы это было реализовано в архитектурном смысле иначе, чем в сталинской, конечно, архитектуре. Сталинской, я буду всегда говорить в кавычках, просто это архитектура, которая совпала с годами управления Сталином. В 20-е годы эти эксперименты с такой ультра-новой и ультра-авангардной формой жизни, они были. В Казани их не так много, но чаще всего это были такие жилые комбинаты, где было обобщисление быта, где в наиболее таких радикальных формах, где даже у человека, у жильца не было собственного места. То есть он жил как будто в жилом комбинате, и сама жизнь его происходила как на конвейере. Придя с работы, он двигался из помещения в помещение, где он переодевался, где он кушал, где он там лично гигиеной занимался, потом он там и так далее. С распорядком жизни, несколько таким, может быть, даже казарменом, он так вот и жил. Ну, как бы, наверное, люди взрослые, что, собственно говоря, плюс еще отсутствие семейного формата. Были определенные помещения, где эти молодые граждане могли бы, так скажем, заниматься семейной жизнью. Но с 30-х годов, не будем сейчас говорить, о этом были свои такие объяснения и были своего рода причины изменившегося социального и государственного формата. В общем-то, наверное, да, при Сталине произошла в неком смысле хорошая реакция, то есть возвращение к традиционному формату жизни человека. То есть поняли, что вот эти все эксперименты с подшислением быта и нового человека, они, в общем-то, оказались неудачны, это было признано. Это не было принято народом, потому что эти дома, вот эти конструктивисты, которые мы, кстати, как архитектор, очень любим, исходя из вот их такого фантазии, они, в общем-то, даже народом признавались, что это гробовая или гробовая архитектура, коробчатая архитектура и так далее. Собственно говоря, мы поняли, что вот необходимо вернуться несколько к такому более стабильному основам общества в виде семьи и некого традиционного быта. И, разумеется, была поставлена задача, что и вот та эстетика такая конструктивистская, лапидарная такая, очень рафинированная, она не соответствовала этому. И, соответственно, она в том числе и, кстати говоря, это уже наши внутренне цеховые архитектурные дела, она не была основана на высокой технологии производства. Все эти ленточные окна, окна в пол, плоские крыши, все это в условиях разрушенного строительной индустрии, это было почти нереализовано. Это были имитации высокой технологии в архитектуре. Собственно говоря, было принято, оно постепенно созрело, это решение, но так или иначе постепенно возвращался тот традиционный, дореволюционный тип жилища, правда, конечно, в обновленном виде, который, с одной стороны, нравился людям, подходил для семейной жизни, и он соответствовал нашей строительной индустрии и квалификации людей. Формировался этот стиль постепенно. Один из этапов его развития был зафиксирован во время конкурса на проектирование Дворца Советов в Москве. В нем принимали участие лучшие архитекторы мира. Задача была поставлена не из легких – разработать облик, отражающий мощь нового государства. Никакого подражания мировым метрополиям. Свой уникальный стиль и своя архитектура. Но что из себя представляли сталинки? В каком-то смысле это было возвращение к традиционному типу квартиры, с составом помещений, подходящим для семейного формата жизни. С кухней, с инузлами, спальными комнатами, кладовой и столовой. Сейчас с появлением телевизоров на смену столовым пришли гостиные. Надо сказать, что спроектированы сталинки были с особой щедростью. Здесь мы должны сказать архитекторам того периода спасибо. Тот запас площадей, который они заложили, сегодня позволяет парковать машины рядом с домом. Мы стоим, кстати говоря, сейчас на фоне здания. Не все казанцы его знают. Это одно из таких вот затерянных на периферии зданий того периода. Это здание предприятия, связанного с мукой, хлебом. Оно было построено, что, кстати, было тоже характерно для довоенного строительства, на месте храма Кирилла и Мефодия. Здесь был храм? Здесь был храм, да. Собственно говоря, многие довоенные здания строились на месте разрушенных в 20-е, начало 30-х годов церквей. Почему? Потому что это для городостроительно важные места. То есть в этих местах и должны были стоять крупные и красивые здания. И вот в нем как раз и представлена вот эта история формирования. То есть мы видим большая арка, которая позволяет. Это тоже некий был жест приглашения. Нет чистой улицы и нет нашего внутреннего строительства. Советскому гражданину все как бы доступно. И внутреннее пространство, и внешнее. И вот такая связь. Но здесь интересна сама архитектура. Вот эта левая часть, это здание построено, это была первая очередь строительства. И в нем так называемая архитектура постконструктивизма, которая еще не до конца была уверена в том, что можно и как хорошо использовать декор классической архитектуры. То есть это некий такой гибридный, что ли, или переходный формат и стиль, который с одной стороны в своих построениях, он уже был классическим. Классические пропорции, в нем трехчастное деление традиционное на основание, средняя часть и завершение. Но сами формы были еще такие упрощенные, такие стилизованные. Кто-то видит в этом ардекон, кто-то говорит, что это постконструктивизм. Но постконструктивизм вел термин хан Магомедов. Он очень любил конструктивизм, можно было назвать это предампир. Но он вот и увязал его с предыдущим. А вторая часть, она уже, эта архитектура поздняя, уже больше позднего периода, которая во всей полноте, им со всем размахом использует уже и чисто декоративные, орнаментальные формы декора, классическая архитектура. Еще интереснее характеризует эту архитектуру, которую принято так в народе называть сталинской архитектурой. Хотя я опять-таки должен оговориться, это явление шире, чем просто архитектура периода правления Сталина. До военной архитектуры, в чем ее еще отличие от послевоенной? Но сразу забегая вперед, скажу, что послевоенная – это архитектура большого стиля и пафоса победы. То есть это архитектура восстановления городов, архитектура больших, крупных и очень таких масштабных и помпезных градостроительных ансамблей. Но надо просто вспомнить здание Московского университета, и все станет сразу ясно. До военной архитектуры, она немножко иная. Во-первых, надо сказать, что это, в общем-то, дома до войны муниципалитетов, нынешним языком выражаясь, практически не строили. Все основные жилые здания, дома, жилые дома, строили предприятия для своих работников. Иногда не для всех работников, а иногда так называемого инженерно-технического персонала, ИТРовских, ИТР-работников. И вот мы ставим с вами во дворе завода «Пишмаш» на Лесгафта. «Пишмаш» – это завод пишущих машинок, это бывший «Ундервуд», который, собственно говоря, был одним из крупных и серьезных предприятий в Казани. И вот они построили такой дом. Что в нем видно, что же это такое? На первый взгляд, может показаться, что это вообще маленький дворец. Он так широко и свободно стоит, он совсем не напоминает ту тесную дореволюционную застройку, которую была. То есть это такой трехэтажный палаццо. И вот это слово «я сказал палаццо» – это, собственно говоря, один из тех корневых стилистических источников, которыми вдохновлялись архитекторы советского периода, советского классизма. Ну вот этот дом, в нем, кстати говоря, жил Агишев, это главный архитектор Казани своего 60-х годов. До сих пор его семья здесь еще живет. И вот этот дом, он что? Он построен в формах так называемого «красной дорики». Это был интересный период, особенно довоенный. Это было формирование и эксперименты. И существовали в рямках советской архитуры, так скажем, уже наметившегося классического направления, несколько школ, которые возглавляли вот те великие архитекторы. Золотовский, он дабыл, Ренессанс. Был Фомин-архитектор. Это архитектор такой очень огрубленный и такой стилизованный, и иногда даже чрезмерно монументальный классический архитур где-то на грани с арт-деко. И вот это здание, оно тоже, в общем-то, к этому направлению прибежит. И вот в одном из зданий, так называемом «красной дорики» или Фоминского направления, это вот это вот здание жилого дома завода «Пишмаш». В калейдоскопе тех иллюстраций, которые мы вам представляем, было определенное место, а главное способ и возможность отразить черты национально-регионального своеобразия. Казалось бы, классицизм, такой общий стиль, все ходим-строим. Тем не менее, в качестве даже заданий, еще до военного задания, была сформирована такая задача перед Советом Архитектуры – не просто найти лучшую, создать лучшую архитектуру, впитавшую в себя все достижения мирового искусства и архитектуры, но и в рамках общесоветской направленности суметь выразить в территории национальных, и не только национальных, это распространялось на территории РСФСР, то есть, собственно говоря, русских регионов, некие черты такого регионального своеобразия, ну или для простоты мы можем называть его национальными. В архитектуре Казани такие поиски начались еще, правда, в 20-е годы в деревянном строительстве, но особенно ярко и мощно они, конечно, расцвели в довоенный и послевоенный. Ну, здесь здание – это жилой дом Ноты напротив, на Пушкина, напротив театра. Это, собственно говоря, сам театр, где весь декор был построен на такой… Есть растение – акант, не очень красивый лист, и, собственно говоря, украшения вот эти, многие украшения, они в камне воспроизводили этот листочек. Что такое Сталинка? Что такое вообще классический тип дома? Классическая композиция, она всегда трехчасто. И всегда есть нижние основания, вот здесь, видимо, более темным цветом, как бы массивное такое основание, оно даже как будто выложено из больших камней, здесь в штукатурке они сымитированы, так называемый квадр, на которых лежит основная масса. Потом основная полоса, то есть основное здание, вот этот второй, третий этаж такая, и венчающая часть, вот то, что вот в этой выступающей части, вот с этими такими зубчиками выступающими, которые называются модульоны, они, кстати, здесь говорят эстетски стилизованы, то есть это не совсем характерная форма. И завершающая часть, то, что под крышей. У классической архитектуры всегда есть карниз, но вот эта выступающая часть, после которой начинается крыша, она была не просто так появилась, она для того, чтобы вот вода стекала, не капала. Надо сказать, что вообще классическая архитектура аналогична просто до мозга костей. В ней нет практически ни одного элемента, который сделан просто так для красоты. Хотя, ну, как бы, в нем всегда есть некое обоснование, почему этот элемент так выглядит, почему он здесь находится, в чем его значение, либо композиционное, либо функциональное, либо еще какое-то. Так вот, в чем еще, что мы, какие черты ставим, помимо вот этого частного деления, наличия карниза, скатной кровли, хотя иногда они выглядят так, что как будто ската нет, на самом деле она уходит всегда во двор, то есть это всегда скатная кровля. Всегда очень спокойный ритм окон. То есть они не широкие, не узкие, они не горизонтальные, они не вертикальные. Классика всегда стремилась к гармонии, к некой такой спокойному статичному состоянию, уравновешенности. И вот, собственно говоря, пропорция окон у Сталина всегда так. Они либо квадратные, либо вот такие немножко вытянутые кверху. Ну что, это снова не рубрика АСМР, мы все еще находимся на той же локации. Это не АСМР. В той же одежде, только я пошел к себе. Если я зову вас что-то снимать вместе, и вы думаете, что это АСМР, не ведитесь. Ленар уже второй раз боялся. Я думаю, это АСМР. Сегодня мы будем проходить тестики. Я думаю, все когда-нибудь, хотя бы в детстве, да, проходили тестики. Я не знаю, кто ты из смешариков и так далее. Или вот эти анкетки. У тебя были анкетки в школе у девчонок? Да, да, да. Мне однажды подарили анкетку, где все аж пропечатано было по этим вопросикам. Серьезно? Да. Но это было уже к тому возрасту, когда все поняли, что отвечать на 150 вопросов — это ту матч. В общем, сегодня мы будем проходить тест «Какая ты сталинская высотка?» Мы уже примерно поняли, что такое сталинская высотка, как она выглядит. Теперь пришло время понять, кто мы, какая мы, сталинская высотка. Мы открыли самую первую ссылку буквально в поисковике. И будем с Ленаром одновременно проходить тот же тест. Я буду на телефоне проходить, а на горицу, да? Да, а я на ноутбуке. Потому что... Потому что... Я, честно говоря, не знаю, что может вообще... По каким принципам можно определить, какая я сталинская высотка. Потому что я, как минимум, не здание. Вот это поворот! Итак, приступим к тесту. Здесь всего 7 вопросов. И первый вопрос. Как ты обычно проводишь выходные? Первый вариант — за работой. Второй — гуляю с друзьями. Третий — хожу по магазинам. Четвёртый — занимаюсь чем-то творческим. Пятый — еду на экскурсию в другой город. Я уже сбилась сейчас. Шестой, остаюсь дома и сплю весь день. И последний — танцую всю ночь. А вот если все вот эти... Просто по порядку. Да, да, это бывает реально. Это называется рабочий день, в принципе. Но я обычно выходные в отделе занимаюсь чем-то творческим. Но иногда, получается, остаюсь дома и сплю весь день. Вот мне бы хотелось, конечно, на выходные куда-то ехать в другие города, заниматься чем-то творческим. Но по факту обычно по выходным я работаю. Но тут как ты обычно проводишь, а не хочешь проводить свои выходные. Так что заработай. О чём ты мечтаешь? Первое. Хотя бы об одном дне тишины и спокойствия. Посетить все страны мира. Третье. Побывать на показе мод. Чтобы моё дело оценили по достоинству. Раскрыть тайны мироздания. Следующее. Захватить мир. И там такой этот смайлик. Подмигивающий такой. Захватить мир. И открыть свою сеть кубок. О чём ты мечтаешь? Ну, побывать во всех странах я не хочу, например. Почему? Ну, зачем мне всё? Зачем мне всё? Есть шорт-лист. Да, да, да. По которому пройдётесь. Раскрыть тайны мироздания. Ну, тишина и спокойствие – это хорошо, да. Но это как-то слишком для мечты, да? Ну, такой слабенький. Это не мечта, это цель. Мечта – это другое. Захватить мир. Хочу, чтобы моё дело оценили по достоинству. Ладно, я отвечу как Пинки, вот и Брэйн. Чем будем заниматься? Пробую захватить мир. Потому что я постараюсь, захватить мир, не знаю. Это самое долбанутое что-то. Эй, Брэйн, а чем мы будем заниматься сегодня? Тем же самым, чем и всегда, Пинки. Попробуем завоевать мир! Какой твой любимый цвет? Я думаю, здесь нет смысла перечислять. Что из этого тебе нравится? Мне нравится фиолетовый. Ну, тут он вместе идёт с синий или фиолетовый. Ну, тогда я это выбираю. Почему не разделили? А почему ты не выбираешь оранжевый и жёлтый? Тебе же нравится коричневый. Как мы помним до предыдущего обзора. Ну, а это же всё-таки не коричневый. Там же написано жёлтый плюс оранжевый. Или. Так что я... Ну, коричневый. Коричневый я люблю. Фиолетовый. Очень сложный выбор. У меня нет чего-то любимого. Есть, ну, приятный цвет у глаз. Приятный? Ну, мне нравится тоже фиолетовый. Какую сверхспособность ты бы хотела получить? Сейчас мы прочитаем варианты ответов, а потом скажем, какие реально хотели бы получить, да, потому что они вряд ли здесь есть. Первое. Остановка времени. Второе. Знать все языки в мире. Третье. Возможность летать. Четвёртое. Невидимость. Пятое. Возможность подслушивать чужие мысли. Шестую. Управление стихиами. Седьмое. Способность менять своё тело. Нет, блин, тут, кстати, есть... Тут второго. Тут есть основа. Основа того... Так сказать, базы. Да, база того, что я, возможно, хотела бы обрести. Я всегда это говорю всем, скажу ещё раз нашим дорогим телезрителям. Я бы очень хотела, да, иметь способность менять своё тело. В том плане, что когда происходит какая-то ситуация, у меня и так мимика очень яркая, но я бы хотела преобразовывать своё лицо в какой-то эмоди. У меня есть любимый стикер с плачущим клоуном. Это мы в своём эмодиже. Да-да-да, вот здесь вот он пиу. Нет, на моём лице пиу. И было бы очень здорово, если бы в моменты, когда происходит что-то очень странное, что-то, что меня смешит, что кажется мне неуместным, допустим, у меня бы лицо преобразовывалось в этот эмодзи, и это было бы здорово. Я тогда последнее выбираю, ты что хотел бы. Так, наверное, знать все языки не будут, это неинтересно. Я не хочу побывать во всех странах мира, но языки, да, я бы выучил. Ленар, этим словом. Следующий вопрос. У нас осталось всего три вопроса. Как тебя описывает окружающая? Так, ну это, наверное, надо друг с другом. Так, первое. Умный. Разбирается в любой теме. Дипломат по натуре. Может найти выход из любой ситуации. Гостеприимный. Всегда хочет всем помочь. Стильный. Следит за последними монными тенденциями и старается им соответствовать. Следующий. Хитрый. Знает обо всех и может использовать это в свою пользу. Терпеливый. Всегда получает, что захочет. Веселый. Шутит самые смешные шутки и всегда заезжает... Вот, это я выбираю. Это я? Это ты, ты веселый. Хорошо, я веселый. Теперь ты выбирай меня. Так. Наверное, ты... Я думаю. Насчет гостеприимства я не могу сказать. Я не была никогда у тебя в гостях. Насчет умный, ну это все люди умные. Все мы умные. Дипломат по натуре. Ну, в какой-то степени может быть. Стильный. Но вы посмотрите на его рубашечку. Но я не видела, чтобы ты ходил в розовом, когда вышла Барби. Так что отметаем этот вариант. Здесь последние модные тренды. У меня там свойстили. Сам себе кен. Ну, умеем. Хитрый. Ну, ты не хитрый. Ты, конечно, татарин, но не хитрый. Терпеливый. Всегда получает, что захочет. Дипломат по натуре. Я думаю, так же. Я буду дипломатом. Дипломантом. Какую музыку ты слушаешь? Классику, рэп, электронную музыку, рок, джаз. Я меломан. Пух музыку. Я меломан. Я меломан, но мне не нравится, ну, пожалуй, большая часть российской музыки. Ну, здесь в расчет... Шаман. Шаман мы любим все. Мне не нравится музыка, унижающая кого-либо. Твое тотемное животное. Сова, медведь, кот, павлин, лиса, змея, собака. Ну, мой кот точно. Всех. А если я хочу льва? Нет льва. Ну, почти кот. Мяу. Мяу. Ну, а я не могу выбрать. Ну, сова нет, наверное. Угу. 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 Медведь. Вы точно не павлин? Лиса? Змея. Змея. Змея-лиса ты. Я змея-лис. Змея-лис. Вот. Тогда остается только кот-собака. Я люблю котов и собак. Колбой. И как вот... Мама или меня. Да, кто тебе дороже? Ленар, кто тебе дороже? Я или мама? Мама. Я выбираю кота. По результатам теста выяснилось, что я главное здание МГУ. Почему не КФУ, я до сих пор не поняла. А Ленар – высотка Министерства иностранных дел. Итак, на всякий случай, чтобы вы не забыли, как я выгляжу, вот вам версия автора теста. Узнать тебя можно по уставшим студентам. Ну ладно, МГУ – это еще и самая высокая из сталинских сестер. Ее украшает 50-метровый шпиль и самые большие башенные часы. Ну а МИД автора теста описывает так. В это здание так просто не попасть. Но оно интересное, даже со стороны. Это единственная сталинская сестра, на которой нет пятиконечной звезды. Проект не предусматривал и шпиль, но позже его добавили. Благодарю, коллега. Что ж, это был тест «Какая ты сталинская высотка». Если вы хотите его пройти, просто погуглите. Ну а это была программа «Культурный шок». Смотрите нас каждую неделю. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!